всем привет вы на канале наша жизнь в америке new life is my life сегодня мы всем слабе пойдем сделать какие-то покупки нам надо купить какие-то продукты поэтому мы всем слабе они в пятом элементе кстати пятый элемент это этот что-то мне он в голову пришел ну это же магазин электроники беларуси 5 или не хочу мне пришел в голову телевизор может мы там покупали за год до отъезда блин за год до отъезда мы купили там какой-то плоский телевизор panasonic по-моему за какие-то дурные деньги там кредит какой-то подписать авокадо авокадо сегодня мы берем авокадо авокадо 385 5 штук коричневых нет которые дозрелые дозреют в холодильнике сегодня такие большие хорошие авокадики поехали дальше давай 2 сегодня значит два авокадо зайка туда едем ты как-то заворачиваешь куда-то smart and final подводит по помидорам поэтому мы сегодня берем вот такие помидорки 3 48 кстати они орган ты хочешь разные взять они очень душистые такие помидорики сколько стоят на 4 48 аска не сказал за сколько 3 lb 3 lb 4 48 сок апельсиновый наш берем идем берем наш апельсиновый сок он как был две недели назад 506 так и стоит 506 опа такая баночка на один галлон это апельсиновый сок с мякотью мякоть и в нем среднее количество он не густой не жидкий да мне нужно хорошо что ты сказала спасибо берем одну такую штучку для кофейчанского заправку зайка я подсел на ванильную потому что она стоит 456 не потому что она стоит 456 ореховая тоже стоит 456 я подсел на ванильную потому что кофе ловаться который мы купили мне мне нравится больше с ванилькой ореховый я буду потом с другим сегодня берем яйцо диетическое интересная особенность как продаются яйца в америке они продаются не десятками так дозы нет доза да они только не дозами продается короче вот смотри смотрите 8 долларов 72 цента стоит 5 доз яиц что объясняю что такое объясняю что такое доза доза это 12 штук 12 штук это как правильно называется я забыл но как-то есть другое слово которое вот как типа ну в общем если вспомним то скажем но дюжина дюжина да то есть яйца продаются дюжинами не десятками а дюжинами вот наши сосиски но сосиски нам наверное не надо сегодня или надо давай зацепим пускай валяются до цепляем одни сосисочки как обычно 98 это сосиски и из мяса турки поэтому можно сказать что они как диетические да вот то есть ну в общем они очень вкусные нами проверенные сосиски и скотки нам не понравились и ты хочешь такие колбаски взять а мы можем даже на барбекишнице сделаем дождь на улице вот такие вот колбаски 1298 а расскажи что это за колбаски будут вкусные колбаски они чем-то на деревенскую колбаски похожи а так мы их покупали ну а нет мы не такие мы похожие брали да но они похожи да на деревенские колбаски по йогурту ты хотела все ты имеешь ввиду палочки а не палочки да все палочки нам не надо так 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 у нас детки очень любят рыбные палочки давай они стоят 928 там будет у нас сколько там 3 и 8 лб почти 4 лб все двигаем дальше у нас детки очень любят рыбные палочки а так как рыбу их не заставить есть то это очень хороший заменитель но лучше всего мы любим им давать зайка может опять грибочки с чем-нибудь наши рыбные бургеры которые мы красные им покупаем они очень любят киви хочешь взять ну пойдем посмотрим да и наверно саладжи мы какой-то будем здесь брать да так сегодня мы берем вот такие грибочки как и прошлый раз baby kit 398 за 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 короче они 24 о за там в паундах не написано ау отлично 680 грамм за 4 доллара до наборы такие уже мы показывали их обычно покупают на party мы обычно не покупаем потому что если купить сельдерей морковочку брокколи купить это все можно быстренько нарезать и это будет в разы в разы дешевле киви кстати представлены двумя сортами это киви gold они стоят 598 и киви green которые стоят 364 какие ты любишь я возьму в которых есть мы любим те которые с ложечкой да и про короче сразу они на самом деле это же у нас гол правильно грим разве по моему это а гол подожди а гол а вот гол а вот грин они более кисленькие такие да чем гол гол более сладкие наверное в общем интересная история про ложечку не то чтобы дома ложек не хватает но когда мы начали покупать эти киви они были всегда с ложкой и в один прекрасный момент какой-то автомат забыл туда ложек наложить и в общем не то чтобы мы расстроились но ложек нам не додали так сегодня мы берем не только сумочки собираем но еще и ложечки в них складывать кто не смотрел мы рассказывали про прокладки сумочками которые так подожди это же не всем складе до прокладки сумочками но их там периодически тырят короче берем две упаковки огурчиков 398 ну вы видите они такие похожие на огурчики с огорода кстати не органик нет я все с ложечки с ложечки рыбу мы прошлый раз брали что мы еще брали прошлый раз курицу в этот раз уже брать не будем все берем курицу да уже съели блин курицу съели чтобы взять курицу надо взять на всякий случай такой пакетик судя потому что марина берет четыре пакетика мы будем брать две курицы пакетонос ты взяла 4 пакета все правильно нет все правильно я считал тогда надо пойти понюхать как вкусно пахнет там уже раздают в общем что тебе помогать или нет мне вон нет не нравится нет она какая-то да вот это вот это мне нравится помогли давай расскажем значит что мы расскажем мы расскажем что это курица стоит 1173 такое ощущение что мы прошлый раз и она весит 670 как нам сказали надо один паунд умножать на 2 не знаю зачем умножать на 2 чтобы перевести в килограмм и мне кажется делить на 2 поэтому потому что здесь один килограмм входит 2 паунда поэтому чтобы узнать сколько это в килограммах нам нужно 6 и 7 разделить на 2 получается 3 . 35 короче 3 килограмма получается просто нас не поняли да 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 ну в общем мы не будем выделять там 453 грамма который весит паунд и делить туда каких-то граммов если кто-то хочет он переделит вот мы просто делим на 2 и получаем то что получаем наверное вы может вот это туда или нет на другую смотришь смотри что-то как-то она потом руки помыть будет давай не только это жидкость но а что по ней 716 12.53 это прямо тяжелая еще один пакет в общем ситуация такая если вы вдруг рванули из дома на на голодный желудок по магазинам то голодным мы не останемся сегодня всем слабе я пробую чипсы чем это я так и не понял чем с каким-то сыром в общем здесь вот какой-то соус сырный соус с какой-то травой сейчас я это все попробую расскажу а вот здесь вот это наверное даже в общем показал рассказ через минут сегодня мы купили курочку такое мясо не покупаем это свиньи ну для тех кто интересуется могу показать рассказать значит долл 60 за паунд стоит вот такая вот свиньи вот лоточек будет стоить порядка 4 грубо говоря 2 килограмма причем видите тут в зависимости от конечно от того откуда срезано мясо цена за паунд меняется больше в меньшую сторону вообще за доллар и тут такие вот цены какое-то мяско блин мяско тут я не знаю это мясо змеи что ли что центральная часть давай я буду держать а ты готов в общем вот мясо мясо питона центральная вырезка а на самом деле это сними на доллар 45 злб вот такое замечательное что мы из него будем готовить скорее всего будем запекать как запекать в духовке в общем скорее всего это наверно попадет в новую серию возможно марина опять стесняется но я ее заставлю такой милый куда идем чего нам не хватает яблочный сок погнали быстрее быстрее мы немножко начинаем торопиться потому что сегодня мы как-то поздно вот и выпечка поехала свежая сегодня мы как-то поздно выперлись в магазин случайно и у нас сашуля рано заканчивает да и нам надо гнаться за ним поэтому мы сейчас будем очень быстро бегать и что-то покупать так значит давай план нам нужен салат нам нужен сок и все а что вот это вот у нас бип это говядина да ты беги за салатом я покажу цены на говядину значит вот тоже разная разные вырезки с разных частей будут стоить по-разному ну как я смотрю по ценам что наверно 280 это самая дешевая цена за и потом вот цены доходят до вот так вот 5 693 7 долларов такие вот кусочки говядины маринка когда готовит она сама выпирает я как-то не специалист это на ее это ее часть это ее кухня вот можно купить фарш готовый но мы не покупаем готовый фарш у нас есть мясорубка поэтому маришка сама покупает какое надо мясо смешивать в нужных пропорциях и делает фарш да про нее кстати надо будет рассказать это я хотел рассказать про дополнительные гарантии вот значит вот купили вот такой салат и опять он получился органик блин пять лет ели салат блин и думали что просто ели салата он оказался органик зайка сколько это коробка стоит значит здесь один паунд 454 грамма 359 да и вот такую вот мы взяли капуточку уже наструбленную сегодня она у нас доллар семьдесят за два паунда 907 грамм опа идет в тачку так и сейчас мы должны схватить резко сок сок яблочный 648 кто смотрит наши влоги я даже уже не буду рассказывать объяснять он раньше был где-то четыре с половиной долларов пять давай его внизу поставлю да не забудем мы возьмем два в общем один из немногих товаров который почему-то подорожал почему не знаем вот мы берем такой сок постоянно дети его очень любят да возьмем еще ананасный давай хорошо вы знаете мне наверно не нравится в сэмсклабе то что очень часто меняют расположение товара если в костке тоже ходишь как будто по проторенной дорожке то здесь это каждый раз может в сэмсклабе он почему-то плавать потому что яблочный сок раньше стоял где-то вот там куда мы смотрим потом он ты постоял там потом потом он съездил вот туда назад а сейчас он впереди то же самое с этим соком раньше мы его брали в самом начале теперь он здесь и он все время и вправо это куда-то в общем берем вот такой вот ананасный сок стопроцентный 558 и я больше больше то что больше любит а я больше в размер но на самом деле антоша наш старший сын он уже так он подрос сначала мы удивились что мы вдруг увидели что он как-то подрос и вырос я очень обратил внимание по каким-то вещам что смотришь и можно уже и носки начать путать с папинами твои носки уже это да с антошными можно но я по вещам вижу по майкам по каким-то да что а сейчас я обратила внимание что он реально как-то вот ну он еще на стол больше есть оказывается оказывается на детей так как это сказать в еде надо рассчитывать на детей если раньше не то что это нет я пытаюсь пошутить да и вот это вот тоже надо взять обязательно это мое любимое ореховое масло за кого я тебя тоже возьму hello there hello how are you it sounds like some food in the battlefield а it's my first experience butter with celery Я дико извиняюсь за то, что я хрущу, но я просто хочу вам передать, что он прямо в эфире. Ладно, я доем, потом расскажу. В общем, извините, пожевал прямо в камеру сельдерей с арахисовым маслом. Никогда бы в жизни не додумался сам такое сделать, но я же русский человек, вы должны понимать, и если это дают даром, надо брать и есть. Не, ну я за даром, я конечно все не буду есть, но арахисовое масло я люблю. Сельдерей я тоже полюбил в Америке. Вот и смесь двух любимых продуктов дала адскую смесь, каламбур. Сельдерей мы растили в деревне, но мне кажется, у нас что-то не получилось. У нас уже гуси не ели. Нет, сельдерей у нас получился. Подожди, гуси его ели, потом, когда съедали все. Все остальное. Вот, гуси у нас гуляли по двору. Не все время, мы их начали выпускать уже к концу, когда практически остальная живность уже была убита. Убита, фу, мы не убивали живность, мы ее резали. А мы не убивали котики, не убивала я. В общем, вкратце, а то мы уже к концу магазина подходим. Получается, мы выпускали гусей гулять по двору. Но ведь они же предпочитали, выбирали все. И только уже, грубо говоря, когда они почистую, они едут. Но запах мне не нравится, сельдерея, допустим, до сих пор. А мне нравится. А мне не нравится. А мне нравится. Он вкусный и полезный. В общем, гуси съедали все, а в огороде у нас в одном месте рос сельдерей. Сейчас мы, наверное, должны витамины взять или что? Вот. И в общем... Мы не будем стоять 24 минуты, я ворнуюсь немножко. А тут, видишь, сейчас семья только... А они только один раз. И даст в один раз. Вы хотите попробовать их? Это достаточно. Это нормально. Но правда. Хотел взять витаминки. И рядом стояла очень большая мексиканская семья с милыми детками. но на одну карточку можно взять только одни витаминки, и я провел своей карточкой и отдал этой девочке. Так, сейчас ищу свою супружницу, она где-то потерялась, в кассу стоит. Пойду, будем стоять в кассу. В общем, в магазине мы уже очень сильно торопились, потому что нам надо лететь за младшим сыном, за Сашкой, он заканчивает в 1.50, у нас остается 10 минут, а в магазине сегодня почему-то очереди случились какие-то, вот, поэтому мы уже старались все оптимизировать, чтобы быстрее. Поэтому сначала хочу рассказать историю про сельдерей, что мы начали и не закончили. В общем, мы держали хозяйство, у нас были гуси, и гуси это большие птицы, которые любят щипать зеленую травку, и все зеленое, и даже не травку, они общипывали у нас даже деревья плодово-ягодные, плодово-ягодные, фруктовые. В общем, они обтирали кору с вишней, с яблони, в общем, твари еще те редкие. Вот. И у нас... Подожди, можно я скажу? Чтобы было понятно, все время они жили в отведенном загоне, но когда по осени другая птица уже резалась, короче, когда уже была осень, убирался огород и остальная птица была порезана, мы выпускали гусей гулять за ним. Нет, подожди, главный критерий не птица была порезана, потому что они не мешали птице. Я вот думаю, почему мы не выпускали? Мы ее не выпускали, потому что был огород. Нет, но я имею в виду, что это уже была поздняя осень, когда уже огорода не было. Да, самое главное, то, что мы убрали огород. Они оставались самыми последними в цепочке, кто шел. Пищевой. Нет, в цепочке. Нашей пищевой цепочке. В общем, гуси, они съедают все. Они большие. Если, например, курьи или цыплят можно какой-то сеткой огородить и поставить на газоне, у нас был газон, и, скажем, у нас был игровой газон и газон для птиц поклевать травку, их можно огородить сеткой, и они будут в этом загоне. То гусей нельзя огородить. Они здоровые, они высокие, они крепкие, сильные, наглые. Короче, это большая птица. Вот. И поэтому мы их не выпускали. Они жили в своем загоне, жили и жили. А уже вот, когда мы убирали огород, мы их выпускали, потому что они могли доесть там ботву, сорняки, которые оставались. Потому что если бы там была клубника, если бы там была морковка, там, я не знаю, салат и прочее, они бы все это съели. Первое, что меня удивило, когда мы первый год их только когда держали, они могут даже кабачок съесть большую целую. Да, расклевать. Его разрезать не надо, они прям его для меня это будут так уж... У них такие мощные клювы, это да, это что-то. Ну, сейчас мы про сельдерей. В общем, посреди огорода в одном месте моя мама дала нам как-то, чего она дала этого? На рассады ее как-то дала. Мы посадили и он рос. Рос он, рос, как бы его уже можно было бы и кушать начать. Что-то мы его понюхали, попробовали и решили, пускай растет красивое растение. Да. Он продолжал расти и вырос, в общем, уже выше колена, наверное, где-то до размера такого, да? Да нет, больше по поясу мне, наверное. Это уже потом уже совсем под осень. Ну, в общем, он очень большой, если его не трогать, он вырастает в большой зеленый огромный красивый куш. Но зато он не темнеет и стоит все время красивый, нарядный. Да, да. И, в общем, это у нас было такое декоративное растение в огороде. От него шел запах, который нам не нравился. В общем, он нам вообще тогда не понравился. Нет, нет. Выкинуть жалко, съесть не смогли. Выкинуть жалко, свекрови бежать не хочется. Да, продолжал расти. И вот, когда мы осенью выпустили гусей, они, значит, сначала съели всю траву на газоне, уже было слякоть, вот как сейчас дождь, там, туда-сюда уже дети на газоне не гуляли, мы уже отдали им газон, давайте, кушайте. Они съели газон и они так вот переходили с одного места на другое, они съели газон, потом они пошли в малине все съели, потом они пошли под фруктовыми деревьями все съели, потом они начали грызть деревья, мы их там конкретно гоняли. И потом они дошли до огорода. И когда они съели все в огороде и поклевали эти кабачки, мы начали спасать от них, они принялись за этот сельдерей, потому что ничего зеленого больше рядом не было, и они просто сожрали этот куст. Игромно, а это так происходит, вот как в мультике, как будто бы с быстрой съемки. Да, раз-раз-раз и куста нету. Вот, ну это вот просто факт, так сказать, из жизни. Вот, и значит, а когда мы приехали сюда, конечно, мы не бросились покупать сельдерей, мы ели свои привычные салаты, то, что мы ели в Беларуси. Но потом как-то вот, когда мы были на одной из вечеринок, это вот эти вот всякие пати, там, по-моему, это был чей-то день рождения. И вот там были вот эти вот коробки, которые мы вам показывали, с нарезанным сельдереем, с нарезанной брокколи, морковочкой. Я сейчас подумал, может вообще сельдерей разные бывают, я честно вот не знаю, может он, может тот у нас прав, ну, для нас... Другой сорт. Да, может он поэтому и пахнет, как бы более навязчиво. У этого запах похожий, может мы не готовы будем просто. И в общем, я попробовал этот сельдерей на этой вечеринке, он был с таким соусом специально, ну не он с соусом был, все отдельно нарезано, а соус в середине блюда. Так, я попробовал, 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 потом еще раз попробовал, потом распробовал, и в общем он понравился, и вот так вот раз, и он вошел в наш рацион, он вошел в салаты, мы теперь его любим и кушаем. Вот. Ну, а мы не любим и не кушаем. А вторая составляющая, вторая составляющая, которая была сегодня на сельдерее, это ореховая паста. Когда мы начали свой путь в Америку, к Америке, к мечте и прочее, на тот момент как раз в магазине Простор начала продаваться ореховая паста. Вот, и я сказал, что мы как нормальные американцы, как во всех фильмах показывают, все едят ореховую пасту, и мы должны ее есть. Вот. В принципе, я орехи очень люблю, я купил эту пасту, она мне понравилась. Она, конечно, немножко такая, чуть-чуть горьковатая на вкус, но это такая приятная горечь, то есть, очень многие ее не любят, вообще не переносят. Вот. Детям нашим она не нравится, мне она очень нравится, мы ее регулярно покупаем, она дома всегда есть. Но вот скрестить сельдерей с ореховой пастой, такого воспаления в моем мозгу не было. И вот, вот видите, то есть, маркетинг, реклама, продвижение товара, они хотят, чтобы оно офигенно на вкус. Я сейчас это буду делать. Сего это не пусть. Обязательно. То есть, я не знаю, когда-то в детстве я пробовал огурцы, свежие огурцы с медом, мы ездили с папой к его каким-то родственникам в Логойске, и вот там я попробовал огурцы с медом. То есть, это тоже уже, хоть я и был ребенок, но для меня это были несовместимые продукты, огурец и мед как-то это, ну... А у них была своя пасека, там у них свои пчелы были, свои ульи и свой огород большой. И вот этот вот родственник нас угощал, говорит, вот свежие огурцы только с огорода и прямо мед из ульи. Ну, это было, я не могу сказать, что это было вкусно, как торт, но это было не хуже, чем сельдерей с ореховой пастой на данный момент. То есть, вот так вот как-то интересные вещи происходят. Иногда надо попробовать что-то новое и понять, что тебе это нравится. Вот, это было такое лирическое отступление. Мы магазин уже загрузили в машину, потому что очень торопимся. Чек составил 135 долларов. Все? Да. Мы будем с вами на этом прощаться, до встречи, потому что бегим, бежим. Бегим, бежим. Бежим за ребенком. Всем спасибо, кто был с нами, кто потягался с нами по Сэмсклабу, посмотрел на цены. Задавайте вопросы, спрашивайте, что вас интересует, что бы вы хотели увидеть, что показать, про что рассказать. А еще? Могу на заказ попробовать ореховую пасту еще с чем-нибудь, с помидорами или с огурцами. Нет. Если вам это интересно, можем выпустить отдельным блогом. Вот. Ну, мне, наверное, уже теперь интересно. Я точно все перепробую сейчас. Давай, а то я тебе не даю что-то. А я хотела спросить. Ну, если вам интересно, мы можем рассказать о нашей жизни в Диреку. Я тебе скажу даже больше, что, во-первых, интересно, а во-вторых, мы расскажем. Все равно. Я думаю, что найдутся люди, которым будет интересно, потому что, извините, я не запомнил еще ваше имя, потому что мы с вами общались только один раз, но нам написала женщина из Беларуси, она тоже переехала со своей семьей из Гомеля в деревню. Мы плотно не общались там, но мы разговаривали там на другую тему в комментариях, кто хочет, кому интересно, тот может прочитать. Это было в ролике, по-моему, под операцией «Хрусталь», там, где мы сдавали посуду, и эта подписчица рассказала, как это происходит в Беларуси. Было действительно очень интересно узнать, потому что когда на тот момент, пока мы еще были в Беларуси, как я вам и рассказал, стояли три контейнера, в них люди старались сортировать, потом приезжала одна очень уборочная машина и сваливала все это в один кузов. Здесь мусорки стоят зеленого, черного, серого цвета, и к каждой мусорке подъезжает своя машина. Три мусорки стоят рядышком, но едет три машины в разное время, и каждая забирает свою мусорку. То есть весь мусор сортируется сразу, так сказать, кем этим, не производителем, а потребителем, тем, кто выбрасывает. Ну вот, я хотел сказать, покажу, но быстро едем, покажем в другой раз. Вот, если будет интересно, пишите, спрашивайте. Мы тогда расскажем, снимем об этом видео. Да, обязательно задавайте вопросы, обязательно пишите комментарии, потому что только через ваши комментарии мы можем понять, что вам понравилось и что не понравилось. То есть, что вас интересует, чтобы вы хотели видеть больше, какие вопросы, сферы жизни и прочее, прочее. Все, спасибо, что вы были с нами. Не забудьте подписаться, поделиться с друзьями в соцсетях и мессенджерах. Обязательно ставьте колокольчик, кнопку не включен, иначе вы пропустите новую серию. До встречи, бай-бай. Мы приехали в школу. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok